Но мы абсолютно аргументированно разбили все эти предположения, потому что, во-первых, не может человек являться военным пленом, потому что в Женевских конвенциях 49-го года очень четко разделяются так называемые вооруженные конфликты. Есть вооруженные конфликты международного и не международного характера. Международные, как вы понимаете, должны быть необходимые условия, когда воюют две страны. И тогда, когда одна из стран берет в плен военнослужащие, он является, естественно, по этим конвенциям военно-пленным. В данном случае это абсолютно четко и по всем канонам, это абсолютно четко вооруженный конфликт международного характера. Здесь нет войны между какими-то государствами. Здесь есть конфликт внутренней страны международным характером. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Естественно, как вы понимаете, никакого отношения к пассе девушка не имела. И речь идет о том, чтобы использовать этот статус для освобождения ее от уголовной ответственности. Поэтому, и кстати, между прочим, статус человека, который может быть освобожден в этом отношении от уголовной ответственности и является ли, распространяется ли на нее иммунитет, у нас очень четко прописано в третьей статье Уголовного социального кодекса, что он определяется Министерством иностранных дел. Мы получили такую консультацию из МИДа. Нам четко адресовали ситуацию, что она не может являться, и она не подается. Мы получили такую консультацию из МИДа. Мы получили такую консультацию из МИДа. Мы получили такую консультацию из МИДа. Как вы понимаете, что вы ожидали этот конфликт, как вы полагаете, возможно ли вообще такой перспективы отношения к преступлению, которые в будущем в Донбассе были и у них сейчас решатся? Вообще, науке, 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 науке. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok